Дорогие друзья, с вами Лужка и мы продолжаем играть на третьем сервисе Матра. Чё у тебя с интернетом? Бонд, привет! И сегодня, как вы поняли по названию ролика, мы будем тюнить Аудио Р8. Я расскажу, что у меня с интернетом, кофе... Вообще, эта серия записывается, я сейчас скажу, какого числа. 19 июня, хотя у меня интернета всё ещё нет. И почему нету вебки? Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Итак, дорогие друзья, почему я записываю данный видос? Потому что я хочу записывать этот видос. Я понял, что уже снимаешь. Да. Короче, у меня интернета всё-таки нет, но я как-то умудрился всё-таки раздать интернет с телефона на комп. На ноутбуке, если знаете, то просто раздаёте интернет и там подключаете всё. А на компьютере это гораздо сложнее. Вам, во-первых, надо было выдернуть шнур с обычным вашим интернетом провайдерским, какой у вас подсоединён. Вот. Я его забыл в прошлый раз выдернуть, поэтому у меня нету интернета. А вот сейчас я его вытянул. Вытянул, вытянул, выдернул, кто как говорит, короче. И раздал с телефона. И подсоединил его. И, короче, всё как-то очень-очень сложно. Типа было для меня раньше. А сейчас я понимаю, что это вообще изи, так что можно было такой перерыв не сделать. Чё с прерыва не подал? Не, не продал, не продал. Вот. И сейчас я записываю видос. Я даже удивительный, что у меня не кикает за пинг. Пинг, у меня ещё 60. Не знаю. Вчера. Вообще. Я расскажу вам, сколько грузится с моим интернетом. С нормальным интернетом, который не пропадает видос. Он грузится 10, например, видос минут 10-15, он грузится 10 часов. А вчера видос за 6 минут загрузился за буквально 20 минут. И вообще офигел от скорости телефонной. Вообще, через телефон такая скорость. Вообще, без понятия почему. Можно я покатаю тебе небо? Он потом. Приора не продал. Я вообще в шоке. Также, почему нету вайпли? Потому что сейчас мой телефон... Ну, он у меня не просто стоит, он у меня в использовании, только не в моём. Вот. И сейчас он не дома. Дома он будет поздно. Поздно, я не знаю. У меня, возможно, мегабайт закончится. Закончится. Бля. Заговариваюсь, пиздец. Извиняюсь, пацаны. Вот. И вот я записываю без вайпки. Но следующий видос будет с вайпкой. Надеюсь, тот видос ещё не вышел, где я вернулся. Но он сегодня выйдет. Я надеюсь, что он не это... Он наберёт много активности и вы захотите с вайпкой. Потому что я уже вот сижу снимаю. Думаю, снимать не снимать, снимать не снимать. Посмотрите, какого у него приора. Полицейская. Может, мне он ещё эту приору подает. Будет Бонд, главный спонсор по приорах. Пацаны, давайте снимем лям 733. Лям 733. Я думаю, нам этого хватит. Это 14 миллионов остаётся у нас. Итак. Пацаны, вот твоя приора. Давайте ему покажем. Вот, вот она. Вот. Всё. Всё есть на месте. Так, номера не покажу. Где это Audi R8? Я вам расскажу, что я ещё хотел Audi R8 до того, как купил её в Булкин. Но тогда у меня не было бюджета. И я, как вы знаете, продавал свой дом. Вот. А у меня денег не было. Вообще ни на что. Потом ещё интернет пропал. Короче, он купил. Я уже хайп просорал, можно так сказать. Но, надеюсь, последний вагон поезда хайпа и успею с этой R8. Вот. И, короче, купил R8. Хотел купить сток. Но я почти сток купил. Вот видите. 776 километров. Но сейчас я вам ставлю видос. И вы увидите там, что за сколько я купил. Купил я за 11.300. Хотя я не буду ставить видос. 11.300. Или мат чёрный, или синий. 11.300. Но там комиссия 580 за 11. 900, можно сказать, я купил в игрока, который вы видите сейчас на экране. Sorry, ник не запомнил. А перед этим мне очень помог, чтобы найти эту R8. Потому что после того, как я его в Булклин купил, я ни на БУ не найдёшь. Ни в объявлениях, ни в группе смотри по продаже разного имущества тоже не найдёшь. На мне админ Nokian, мой подписчик в беседе, очень мне помог. Нашёл данную R8 за те это. Большое спасибо. Вот. Сейчас телефон не смогу зайти. Когда обновил. Кстати, да. Не смогу зайти, потому что... На меня сейчас интернет такая ёхнется, и вся запись перервётся. Вот. Купил от R8, жёлтый, но цвет не такой, с тот диски, без тюнинга. Но номер ROO 008 799 регион. Как вы знаете, в Булкино стоит 50 регион, но у меня 799, этот номер не достался. Но я не знаю, что с ним делать. Пока, наверное, пока он ещё в Булкино на владении, я всё-таки оставлю этот номер. Как только он поставит свои номера OOO 88798, я поставлю вот эти номера. У меня точно такие же, только вместо OOOS. Ну, типа, те за 8, а те за этот за лям. Вот. Главное, что у меня занимает слот эта тачка. А ещё хотел вам сказать, да, что у меня есть коллекция OMM, если кто не забыл. Вот. И у меня есть такая последняя тачка, которую надо докупить и закончить коллекцию. Это где она, блин? Это Нива, ё-моё. А, вот она. Вот. Это OMM 008. Вообще, как я создавал коллекцию, на 008 должна была быть Audi R8. Но вы спросите, у тебя же есть Audi R8? Вы чё, то-то? И вот я вот думаю, у меня сейчас Audi R8 чисто для Булкино будет вот это. И будет... Купи себе Влад. Чё у него, ну, ВВВ, да? Да. Чисто для Булкино и одну сделать себе. Или купить чисто для Булкино 008 что-то другое. Просто иметь две R8 в автопарке, это как-то не очень. Но... Следующий вопрос, это в обновлении, да? Мы уже говорили с вами про обновление, про конкурс. Но в обновлении добавят BMW i8. Ой, говорю, какой я i8? М8. Вот. И M8 008. Вы поняли, связь, да? Вот я, наверное, всё-таки подожду обновление, чтобы не покупать 2R8. Это тупо. Спасибо, Панамэри. Вот. И вот так. Так, давайте поговорим про обновление. Обновление, многие спрашивают, может, у тебя есть какие-то сливы? Нет. Я так и говорю, что нет у меня никаких сливов. Вот. И обновление вообще сам не знаю, когда будет. Но, надеюсь, уже скоро, скоро очень будет обновление. Так, ещё... А, да, я думаю, что он выпрягнул. Так, давайте заедем сначала в внешний тюнинг. Где-то я в каком-то углу размещу фотку Булкина R8, чтобы смотреть на неё. Так, давайте посмотрим крышки капота. Но, предварительно, я этот тюнинг весь обсмотрел, но вроде-то ничего не было. Крыши капота нету, спойлера. Вот на Булкина стоит такой маленький спойлер, который очень гармонирует с данным автомобилем. Но на сервере смотра только обычный стоковый, который сам открывается. И вот этот. Но этот колхоз, это вы чё, не буду, конечно же. Так, расширение арок или фендеры. Это вообще расширение, вот видите. Но это вообще никуда не годится. Передний бампер добавляет губу, если не ошибаюсь. Вот это губа. И вот это. Ну, блин, зачем нам это губа? Ну, кстати, вот это нормально, но она что-то слишком выпирает, не хочу. И задний бампер, задний бампер. Чё у нас меняет? А, вот это внизу фигня. Но я посмотрел сзади в Булкина, у него вот это. Хотя вот это вроде тоже гармонирует. Гармонирует, вот. Но всё-таки сток оставлю, потому что мы же делаем не Audi R8, не шты, можно так сказать. А какую в Булкину, вот. Теперь давайте заедем в диски. Потому что диски у него не сток. Он хочет вот типа такие сток, но у него не сток. Так, открываем колёс и быстро смотрим на диски. Я нашёл что-то подобное, но у него вообще почти не то. Но самое подобное, что может быть, вот это эти диски. Потому что это какие диски, запомнил, 42-е, да? 620 тысяч, потому что сток. Хотя нет, сток, мне кажется, более похож. Но просто сток оставлять, это такое себе занятие, вот. Вот это сток и серые какие-то не очень. И вот эти, конечно, 620 тысяч, и что они в чёрные покрасились. Вот. Не очень, да? Давайте всё-таки или эти, или сток. Ладно, давайте, пацаны, всё-таки оставим, потому что... Ну, я не знаю, какие поставить эти куболки. Нету вообще похожих. Похожих, да? Так. Ладно, давайте оставим, понимаете? Но это не сток диски. Это уже смотра эти диски вставила. Ладно, пацаны, подписчик только что выехал, уже опять заехал. Надо сказать, что вообще, вот, сейчас можете в чат посмотреть, там... Нет, вообще, похоже. Только на сток. Ладно, давайте поедем, не изменим. Чёпоку, это уродская просто чёпок, как вы видели, блин, дрифт, т.д. и т.п. Чё, Мишаня свою ешку в жёлтый затонировал? Затонировал, зак... Какой затонировал, блин? Наплеил, вот. Так. Так, юрист. Сейчас сразу юморист. Не знаю. Все кадры испортил. Sorry. Давайте поставим чиполку уже. Эммм... А4 вижу, РС6 вижу. АР8. Хода нет. Так что давайте поставим, наверное... Так, посидится. Так, поставим, наверное... Да, передний чиф. Эмм... Тяжёлый задний привод, автош, нет. Мастуант, нет. Драйка, кап... Вот эта чиполка прям везде подходит. Так. Надо немножечко занизить и пропорциональность подвески изменить вот так. Хотя нет. В настоящей жизни наоборот, потому что центр тяжести на жопу припадает. Потому что мотор сзади. Так. Так, чё-то она вообще не опускается. Давайте... 0,0,1, например. Три точки. Вот. Не, вот это уже прям жёстко, да? Да, давайте. Опа. Давайте ещё на жопу немного опустим. 0,48. Блин. Во. Не, ну это... Давайте 0,5 всё-таки. Ладно. И изменим 0,08. Во. Теперь всё нормально. Теперь, пацаны, самое ответственное, наверное, это покраска. Здесь более такой лаймовый цвет, у него более жёлтый. Шо ли, вот такой, типа... Вот такой. Вот так, наверное. Вот это кого? Вот такого цвета R8 у него. Блин, ну я сейчас возьму телефон прямо и посмотрю. Потому что я так не могу. Данный видос уже 22 минуты. Блин, его урезать, конечно, жёстко надо. Да, пацаны. Я бы тоже сказал, у него там темнее, на светлых фотках светлее. Фиг поймёшь. Чё, когда и как. Так, пацаны. Вот. Теперь давайте акрил. Мат. Не, ну мат такой себе, если честно. Но прикольный. Металлик нет. Хором. Тем более золотая R8 такое. И хамелеон вот такой. Но я, наверное, сделаю акрил, потому что потом он захочет сделать её чёрной. Вы же знаете, там Булкин хотел сделать, типа, чёрную R8, там, чёрный сатин, т.д. Типа. Но тогда я, можно, и оставив акриловый. Потому что, если брать чёрный мат, тупо нифига не видно. Вот. Так, давай, залазь, бонт. Или он вышел в АФК. Чё можно сказать, пацаны, за этот видос? А, вот. Нам надо ещё поехать. Ну, бля, вовремя бонт вышел прям. Так, я не помню, у неё была тонировка или не было её. Так, ну, иди посмотрим, пока я буду ехать. Потому что, спойлер, нельзя. Номер ставить не надо, потому что не вот этот номер стоит. Я уже поставил, можно так сказать. У меня уже R8 почти готова была. Так, так, она на неё немножечко притонирована. Но мы трошка притонируем. А вот, насчёт ксенона, я не знаю. Давайте такой лёгенький поставим. Хотя, здесь беленький стоит, не белый, по кайфу. Так, давайте просто только притонируем. Хотя, мне кажется, здесь немного притонирован, шо ли он. Так, давайте заедем. Посмотрим. Этот код прям прикольный. Нет, не притонирован. Так, давайте сделаем всё на 80. Шо ли? Я даже за... Ммм, перед... Ну, давайте всё на 80. Всё. Теперь она лучше смотрится, намного. Конечно, шёлтый цвет для R8 прям. Ну, в жизни, может, не так, а вот в МТА. Прям такой. Если бы диски были и ещё спойлеры за один, это была бы такая соска. На CCD она прям... Ах! Какая просто... А вот, ну, смотри, она такая вышла. Итак, за эту серию мы потратили 145 тысяч и там 12 миллионов на... Короче, 12 миллионов. Цена вопроса 12 миллионов, как сделать Audi R8, как у Булгина. Ну, было бы больше тюнинга. Это ещё специальная Булгин? Не. Вот Булгин надо было брать Hellcat. Нафер тебе, это R8. Только вот эта кровь, прям топ. Только расширение не очень. Ну, если захотите данную серию про Hellcat, напишите в комментариях. Сразу поедем, купим Hellcat. А если эта серия наберёт 50 лайков, мы купим такой Hellcat и разыграем. Вот. Короче, пацаны, на этом всё. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. С вами я был, Эван. Бонд с решёточкой. Всем удачи, пацаны. И всем пока.